Сближение жителей разных регионов, совместное решение общих проблем, обмен идеями и ресурсами, совместная работа для достижения общих целей. Все это принципы взаимодействия регионов стран ЕС и регионов соседних стран, которые расположены вдоль общей границы. Это называется приграничным сотрудничеством. У Европейского Союза есть два типа программ приграничного сотрудничества. Программы с участием стран, имеющих общую сухопутную или морскую границу, и многосторонние программы с участием стран, расположенных в одной морской акватории. Их приоритетными целями являются содействие социально-экономическому развитию территорий по обе стороны общей границы, решение общих задач в сферах защиты окружающей среды, здравоохранения, безопасности и повышение мобильности населения и расширение контактов между людьми. Приграничное сотрудничество Европейского Союза и России началось почти четверть века назад, в середине 1990-х годов, и активно развивалось все эти годы. С 2009 года Россия на паритетных началах финансирует программы приграничного сотрудничества с ЕС. В настоящее время Россия участвует в следующих программах. Россия-Латвия, Россия-Литва, Россия-Польша, Россия-Юго-Восточная Финляндия, Россия-Эстония, Карелия, Кол-Арктик и регион Балтийского моря. Участники с российской стороны Мурманская область, Республика Карелия, Калининградская область, Ленинградская область и город Санкт-Петербург, Псковская область, Новгородская, Вологодская, Архангельская, Ненецкий округ и Республика Коми. Общий бюджет программ приграничного сотрудничества Россия-ЕС составляет 334,5 миллиона евро. Наибольший вклад вносят Европейский Союз и Россия. Существенный объем средств поступает от участвующих стран ЕС и Норвегии. Европейский Союз, его страны, Россия и Норвегия намерены продолжать успешную совместную деятельность и впредь. Сначала Европейский Союз, Россия и другие страны-участники вместе согласуют цели и приоритеты, а также бюджет каждой программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС, а затем подписывают финансовые соглашения, управляют программами и отвечают за их практическую реализацию специально созданные совместные мониторинговые комитеты, в которые входят представители всех участников соответствующей программы. Совместные мониторинговые комитеты отбирают проекты для совместной реализации по результатам открытых конкурсов, которые объявляются по каждому отдельному приоритету, например, улучшение делового климата, защита окружающей среды или сохранение культурного наследия. Подать заявку на осуществление проекта могут органы власти разных уровней, малые и средние предприятия, образовательные учреждения и исследовательские организации, некоммерческие и общественные организации. Выделяемые на реализацию проекта средства или грант покрывают не более 90% общего бюджета предполагаемого проекта. Одно из обязательных условий получения гранта – наличие как минимум одного партнера в каждой из стран участников программы. Кроме того, еще на стадии согласования каждой программы ЕС, Россия и другие страны-участники определяют крупные инфраструктурные проекты, реализация которых отвечает целям приграничного сотрудничества. К таким проектам относится, например, модернизация пунктов пропуска через границу или реконструкция автомобильных дорог. Серия из шести видео рассказывает о проектах приграничного сотрудничества, которые осуществляются Европейским Союзом и Россией вместе.